Рабочий день детского хирурга-онколога начинается раньше 8 часов. На работу единственный в области специалист этого профиля приходит рано. Готовится к приему маленьких пациентов и их родителей. Причем к последнему нужен особенный подход, так как в лечении онкозаболеваний очень важна совместная работа врача и родителей. Доктору важно настроить родителей на благополучный результат. Вообще врачом я мечтала стать с детства, а именно детским хирургом я запланировала стать во время учебы. В 2014 году я прошла первичную специализацию по детской онкологии и получила уже сертификат. До работы с онкобольными детьми Эльвира Магасумова почти 8 лет служила в Кустанайской областной детской больнице. Оперировала детей. В экстренных случаях спасала жизни юных пациентов. Детская онкология сейчас вообще это одна из молодых отраслей в медицине, которая очень стремительно развивается. И, к сожалению, в последние годы у нас очень стала высокая выявляемость именно детей с онкологической патологией. По словам детского онколога в списке заболеваний опухоли головного мозга, заболеваний крови и лимфатической системы, после выявления болезни местные врачи направляют пациента в столичный научный центр материнства и детства, где диагноз подтверждают и назначают лечение, которое проводится уже на местах. Очень много детей, у которых положительная динамика от лечения. Многие из них, например, когда мы выявили, ребенку было год, многим из них уже больше пяти лет, до десяти лет. В канун 8 марта доктор получает поздравления от своих пациентов и благодарных родителей. Уделяя время чужим семьям и спасению детских жизней, доктор Магасумова пока не успела создать свою семью. Коллеги верят, что у нее все впереди. Она очень добрая, довольно-таки ласковая с детьми, никогда не повышает голос. Благодаря таким врачам эта профессия становится больше призванием, нежели работы. Монорбек Косколов, Балсло Аликенова, РТН.